здравствуйте дорогие товарищи привет дорогие друзья как я рад тому что мы снова вместе хотя и с помощью специальных приспособлений с использованием электричества ну я благодарю вас за то что вы пишете комментарии несмотря на электричество несмотря на приспособления за то что материально поддерживаете канал это очень приятно спасибо 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 ну и напоминаю существование плейлистов потому что если вы хотите какую-то пластинку видеть в моих руках посмотрите сначала в плейлисты может быть она уже там была в моих руках и весь мир ее видел все эти миллионы зрителей смотрят эти ролики да ну а я продолжаю болтать пластинка которые лежат у меня дома вот например американская настоящая тех времен пластинка группы yes time and word тут даже на память я оставил бумажку купил у приятеля когда-то эту пластинку за 1500 рублей много-много лет назад были такие цены на настоящие американские пластинки это было давно не обольщайтесь сейчас уже немножко все изменилось до настоящий американец вот эта вкладка родная оттуда и что я могу сказать продолжая бесконечный разговор о виниле компакт дисках об оригинальных изданиях пластинок новоделах ремастерингах и прочее 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 пластинка да хорошая твердый картон америка но я бы предпочел конечно иметь вдобавок к этой условно говоря коллекционной ценности потому что коллекционная ценность такая не особо какая большая пластинка рик достаточно много и это не не самая большая редкость самая time of the world но конечно записан он точнее как записан он хорошо а конечный продукт получился нет все в порядке все слышно все играет все высокие низкие все есть но можно было бы конечно позвучать и получше поэтому если я найду ремастеринг я конечно возьму новодел уж извините любители стародел ну а что а что любил у меня вот оригинал лежит так же как и многие другие пластинки в оригинале тоже имеют место быть но при этом ремонтированные издания все-таки нет нет да приобретаются потому что в частности вот time and word хотелось бы что он чтобы он прозвучал поярче немножко нежели как вот он звучит на этом но тем не менее мы привыкли к этому звучанию и наслаждаемся замечательной музыкой прекрасной группы ес я и саман и это это болезнь детских лет у меня я ес обожаю все пластинки собраны и я их даже слушаю что удивительно потому что много пластинок у меня лежит стоят точнее которые я тоже слушаю но редко а ес я слушаю часто я люблю очень эту группу в отличие от довольно большого числа моих друзей меломанов которые не очень любят группу ес а половина примерно половину а вторая половина просто прется по полной схеме например андрей панов покойный к сожалению мой старый товарищ он очень любил ес и очень любил да да свин и вы не ошиблись панк группа автоматические удовлетворители он очень любил ес и в частности очень любил именно этот альбом time and word и мы с ним его слушали давно давно там в семьдесят девятом году семьдесят восьмом может быть восьмидесятом мы крутили эту пластинку и наслаждались этой музыкой действительно очень нравилась штука ну сейчас я читаю рецензии кстати говоря от любителей группы ес и многие восторгаются многие пишут что это вообще едва ли не самый лучший альбом группы ес ну не самый лучший но один из лучших да пишут что крис сквайер покойный где-то говорил что это его любимый альбом может быть в каком-то интервью он это и сказал слово не воробей знаете вылетит не поймаешь и музыканты в интервью такого иногда говорят такое что потом отрыв берет читаешь а вот эти слова сказанные в интервью между делом как-то под настроение или в какой-то ситуации такой в каком-то контексте они потом расходятся печатаются в газетах публикуются в интернете в другом контексте же что это серьезно это вот крис сквайер утверждает что это самый лучший альбом ес все остальные значит хуже я не думаю что это так не думаю ну я этим альбомом восторгался тоже ну я напомню тем кто не в курсе что это еще не тот самый классический состав ес который уже вот ес 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 стив хаурик вейкман да здесь нет ни вейкмана не хау здесь есть тони кейн на клавишах и питер бэнкс на гитаре надо сказать что питер бэнкс играет очень хорошо здесь очень мощно очень сильно и стив хау когда пришел в группу он играл много-много лет в похожей манере допросить меня стив хау я обожаю его музыку его гитаризм это фантастический гитарист есть один критик всем известный который разнес в пух и прах стива хау это очень смешно это очень смешно просто потому что это один из супер гитаристов конечно я имею ввиду стива хау и манера конечно там прослеживается от питера бэнкса но другое дело что она видоизменена что музыка как и музыка музыка уже стала другой и фразировка и манера стива хау стало конечно другой уже но начинал он в рамках ес продолжая то что играл питер бэнкс кстати говоря на обложке да на обложке здесь стив хау присутствует это американское издание и обложки английские европейские американские они разные на английской обложке там такая условно голая женщина лежит в америке эту обложку запретили не стали делать и потому что ну америка понимаете это же очень это колыбель целомудренности это самая целомудренная страна в мире да и там нельзя вот этих голых женщин на обложке было да поэтому вот такую обложку сделали а стива хау сюда влепили точнее не влепили фотографию совсем хау поставили для того чтобы рекламировать новые следующие альбомы ес которые выйдут уже со стивом хау там третий четвертый пятый дальше 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 вот и все уже так сказать я путался сначала тоже когда свин кстати купил эту пластинку настоящую мы смотрели на фотографии стив хау а здесь в раз написано питер бэнкс и не поймешь что такое вот такие американцы жуки да но целомудренные зато да на чем я остановился я остановился собственно говоря на музыке но по тьюнити не сссеры но экспириенс нидит первая песня песня ричи хэванса в оригинале это акустическая такая акустический номер но кто такой ричи хэванс если вы не знаете и пластинку вас нет ну в интернете может быть там да найдите где-то но он присутствует в фильме вудсток в фильме вудсток он открывает вообще вудсток я не помню кстати открывал или не открывал вудсток но он там играл и он не собирался там выступать на вудстоке черный акустический гитарист фолковый такой фолково-блюзовый такой да с отличным голосом вот он там бродил где-то по уступка была какая-то заминка с выходом артистов на сцену и устроитель поймал его ричи давай на сцену и он взял гитару пару песен сбацал вот но тем не менее вот эта новая по тьюнити не сссеры но экспириенс нидит здесь превращена из акустической вот этой вот такой хэвенсовской пьесы фолковый в грандиозное оркестровое повествование с симфоническим оркестром начинается все с массивного органа и потом вдруг пошла струнная группа что это такое это действительно ричи хэвенс или кто это такое нет и такое просто симфоническое полотно в быстром темпе жесткое такое красивое красивое такое такое красивое раскрасивая что уже больше еще еще краше уже сделать ничего невозможно и за это кстати говоря критики пластинку ругали хотя поклонники группы есть число которых росло уже уже даже после первого альбома который не самый удачный прямо скажем у с но любителей этой музыки было много 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 и число их множилось приняли очень хорошо и этот альбом при был принят очень хорошо но критики говорили что уж чересчур красиво уж чересчур много оркестра и это тот случай когда я с критиками соглашусь не в прямую не совсем так на сто процентов но соглашусь потому что симфонический оркестр духовой оркестр здесь струнная группа методная группа все тут всего навалом и очень много его и мне кажется что это слегка перебор потому что если брать песню например clear days на второй стороне она практически вся на оркестре хорошо что она всего две минуты идет андерсон поэта сопровождение оркестра который играет музыку да красиво все замечательно но с точки зрения симфонической музыки это конечно ну ничто и звать никак это такая симфонический оркестр что-то играет вроде все вроде все правильно никакого авангардизма ничего такого все все хорошо но как-то так такой из хочу спросить за 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 зачем собственно говоря это все зачем то есть не 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 ничего с ничего ничего в этом нет ну оркестр сыграл что-то да как-то и ну да да ну и вот и но по чуть не не сосы тоже там так влепил оркестр что и надо сказать что группа ес около 30 лет потом не использовал оркестр нигде есть очень хороший альбом из 90-х уже с оркестром очень кайфовый но там осмысленно как-то используется оркестр а здесь он просто потому что потому что потому что потому что со своим этим зависит фьючер пастом заму задурили публике голову я обожаю муди блюз это одна из моих любимых групп на вот этот альбом их здесь у фьючер пасты я его не люблю я не не могу его слушать бессмысленные беспощадные на мой взгляд но было модно было здорово оркестр сыграл все хорошо замечательно вот вторая песня дэн она прекрасна она прекрасна это настоящий ес хотя и ранний хотя и другой состав но она настолько живая настолько здорово играет бруфорд здесь на барабанах такой темп такая такое движение вперед также так здорово просто ну клейма негде ставить хорошая песня очень every days следующий номер песня написанная степаном стилсон тоже знаем такой стилс да это все-таки такая акустическая полуакустическая музыка ну и every day здесь превращена тоже из бал не люблю слова баллады да из прозрачной тонкой пьесы стилса превращена в грандиозное полотно и оркестр здесь и джазовый кусочек и динамика падает такая лирическая часть и гитарная соло очень хорошая очень хорошая и орган все присутствует sweet dreams песня слава богу уже оригинальная dn тоже кстати оригинальная sweet dreams слава богу уже джон андерсон и дэвид фостер написали дэвид фостер отвечал здесь за симфонический оркестр и иногда играл на акустической гитаре единственная песня которая мне не единственная вот мне clear days не нравится и sweet dreams уж очень она какая-то простоватая очень оптимистичная хотя общем оптимизма хватает у есов всегда во всех песнях абсолютно это светлая группа которая идет вперед смотрит на солнце наслаждается цветами растущими вокруг и деревьями с плодоносящими но это самый sweet dreams уж сладкое сладкие сны и мечты уже такие совсем сладенькие ну зато на второй сцене the profit прекрасная вещь на 6 полных минут открывает пьесу это уже настоящий сложный ес сложный и красивый со сменами темпа гармонии ритма всего-всего-всего с прекрасной игрой clear days мы пропускаем до astral traveler это моя любимая это голос вибрато мрачная требожная но быстрая темповая такая агрессивная настоящий рок настоящий арт-рок скажем так очень хорошая просто очень психоделическая но понятная красивая и жесткая достаточно пьеса ну а time and word это абсолютно просто вот в любой альбом ес ее можно ставить и она будет органично там звучать какой угодно были бриллер в close to the reach куда угодно она войдет потому что так получилось что time and word это наверное первая песня ес которая дала направление уже классическому звучанию этой группы в общем на самом деле пластинка хорошая этому поругал поругал где-то по по похихикал по иронизировал нет 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 хорошая иначе его у меня не было на полке просто это знак качества если она у меня стоит значит значит она хорошая ес вообще я очень люблю и пойду за это и выпью сейчас пока